Эй, ё, бро, а также переходи на мой второй канал, там, где, кстати, вышло новое видео, короче говоря, ёлка, я уверен, тебе оно понравится, и зацени его, а также поставь там лайки, поделись с друзьями, и всё такое, и, в общем-то, вот там потерянный эпизод. Чё творим, бро? Меня зовут Сергей Онис, и это потерянный эпизод Барбоскиных. Эту серию мне прислали подписчики в мою группу ВК, я был напуган, ведь там было более тысячи предлагаемых историй с этим видео, но всё же я решил посмотреть. Как оказалось, эта серия необычная, здесь в одном мультике были два, и это было очень странно, ведь это самый настоящий потерянный эпизод. Всё бы ничего, но это было очень страшно. Серия началась с того, что малыш бегал по огороду и извал пчелу пчелёнком, он очень хотел научиться говорить с насекомыми, как это делал Лунтик. Начались помехи, эти помехи были не такие, как всегда, они как будто отматывали время назад. После помех было показано, как малыш сидит и смотрит по ноутбуку Лунтика, а около него спал дед. Малыш спросил, ли можно общаться с насекомыми у деда, дед ответил, что конечно можно, но малыш ему не поверил, и он пошёл и сел на крыльце. В то же время там проходил дружок, он спросил, кто же обидел бедного малыша. Малыш сказал, что он не может научиться общаться с насекомыми, и дружок сказал, что он может общаться. Просто насекомые не всегда хотят. Начались опять помехи, после помех было показано, как малыш едет смотреть очередную серию Лунтика, и он видит на столе две гусеницы. Малыш подумал, что это вопсень и попсень, он подошёл к ним и начал с ними разговаривать, а они ему отвечали. Малыш подкаймливал их яблоками, он был очень рад, наверное ничто ему не испортит настроение. Но вдруг у малыша упало яблоко, и он полез его доставать. Там под столом он увидел какой-то провод, он начал идти по нему. И он пришёл и увидел, что вместо гусениц, говорил дружок с Розой. Он заплакал и убежал. На этом серия закончилась. Но порывшись в интернете, я нашёл письменное продолжение этой серии. И там писалось, что малыш убежал в сарай, и никто не мог его найти. Но перед тем, как уехать, дружок искал свой мяч и наткнулся на гнылой труп малыша. Малыш там погиб. На этом всё. С тобой мы, Сергеонис, поставил лайк к тебе, то всего-то 2 секунды, а мне приятно. И подпишись на мой канал, я бы хотел себе такого бы страшного подписчика, как ты. Да, обязательно подпишись. А также расскажи об этом видео своим друзьям. И помни, это всего лишь моё воображение.